Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале. Я сегодня в видео хотел бы поговорить о том, есть ли перспектива у российского рынка акций в следующие 2-3 года обеспечит доходность как минимум 100, 200, 300%. И какие факторы могут говорить о том, что рынок может обеспечить такую норму доходности и приведу конкретные цифры. Я не призываю к тому, что сейчас прямо нужно начать инвестировать на фондовый рынок. Я говорю о том, что когда на рынке большое число продавцов и малое число покупателей, то происходит дисбаланс, происходит перегрев. То есть, когда абсолютное большинство людей китаются в банковские депозиты, это приводит к ажиотажу, это приводит к определенному спросу на инструменты с фиксированной доходностью. И наоборот, инструменты, которые предполагают какой-либо риск в этот промежуток времени, становятся неинтересными и непривлекательными. Помимо всего прочего, уникальность текущего момента заключается в том, что действительно инструменты, которые дают фиксированную доходность, банковские депозиты, облигации, начинают пользоваться очень большим спросом. И в стороне находятся инструменты, которые связаны с риском по той простой причине, что они сейчас не дают премию за риск. И просто законы рынка, они начинают балансировать. То есть, то, что неинтересно, там нет спроса. Если нет спроса, то нет покупателей. Если нет покупателей, цена на этот актив падает. И наоборот, там, где есть спрос, там, где есть большое число покупателей, то цены на эти активы начинают увеличиваться. Давайте возьмем ставки банковских депозитов. Банки сейчас предлагают при ставке центрального банка в районе 16%, предлагают краткосрочные депозиты под 18%. То есть, что у нас получается? Банк привлекает пассив под 15-18%. Он должен разместить этот пассив в актив. Активом банка всегда является кредит. Но при этом желающих брать кредиты под ипотеку под 15%, автокредит под 25%, потребительский кредит под 40%, не так-то и много. И тогда у меня возникает закономерный вопрос. А где банки, в принципе, собираются заработать эти деньги? Причем эти банки, они контролируются центральным банком. Они должны резервы обеспечить себе. Они несут обязательства перед вкладчиками за то, что они эти деньги вернут. Зарабатывать они, скорее всего, в первую очередь будут на облигациях, во-вторых, в акциях. Первое, что нужно для нас стать старожком, банки предлагают высокую доходность. Чудес не бывает. Они где-то зарабатывают. Где они будут зарабатывать? Скорее всего, не на кредитах. То есть, сейчас объем средств только физических лиц, которые находятся в банковской системе России, составляет более 50 триллионов рублей. Если взять среднюю доходность банковского вклада 15%, то 15% от 50 триллионов, ребят, между прочим, это получается у нас порядка 7,5 триллионов рублей. Получается, что через год только физические лица получат со вкладов 7,5 триллионов рублей. Эти 7,5 триллионов рублей банки где-то должны заработать. Банки сами деньги не производят. Второй момент. Для понимания, да, то есть мы говорим, что фондовый рынок может вырасти. Есть замечательный ролик, как устроена экономическая машина за 30 минут, Ray Dalio, которому он очень понятным и доступным способом объясняет, что в периоды высокой инфляции выигрывают люди, которые являются собственниками финансовых активов. Цены на финансовые активы начинают расти. Потому что финансовые активы, они стерилизуют инфляцию. Потому что, когда вы являетесь акционером компании, не знаю, например, потребительского сектора, пятерочки, магнита, они переложат инфляционные издержки на потребителя. И потребитель заплатит. Поэтому спасением от инфляции является покупка в том числе финансовых активов. Потому что в первую очередь переоценка осуществляется в рамках финансовых активов. Третий момент. Мы уже касались объема средств банковских депозитов, которые лежат на счетах физических лиц. То есть 50 триллионов это объем, 7,5 триллионов рублей это объем только процентов, которые будут получены. Для понимания, что это такое. 7,5 триллионов рублей процентов по банковским депозитам. Соотнести с тем, какая доля акций принадлежит физическим лицам на Мосбирже. То есть на Московской бирже физическим лицам резидентам России в совокупности принадлежат акции стоимостью по текущим ценам 9 триллионов рублей. А 7,5 триллионов рублей это объем средств, которые придет только в форме процентов. Да, какая-то часть пойдет на потребление и вызовет еще большую инфляцию, но если это вызовет еще большую инфляцию, и цены на финансовые активы вырастут. Причем какая-то часть средств пойдет на фондовый рынок. И давайте сделаем гипотезу, что это будет, не знаю, 10 процентов или 20 процентов от 7,5 триллионов. Это получается порядка 1,5 триллионов рублей спрос, который может прийти на российский фондовый рынок. Помимо всего прочего, центральный банк понимает, что если он будет процентную ставку длительное время держать на столь высоком уровне, то доходность по банковским депозитам тоже будет находиться на высоких значениях. И получается, что если сейчас 50 триллионов лежит, а центральный банк не пойдет на снижение процентной ставки через год, то в этом случае уже 57,5 триллионов рублей будут размещаться опять под ставку, там, не знаю, 15-16 процентов, что приведет к еще большему увеличению. И где тогда банки будут увеличивать? Основной защитой от инфляции является покупка финансовых активов. Тех компаний, которые могут переложить инфляционные риски на потребителя. У потребителя будет больше денег. Что для меня здесь именно является драйвером для роста? Альтернатив нет. Мы столкнулись с тем, что инвестиции вне российского контура связаны с большим риском блокировки. То есть деньги будут оставаться внутри России. С одной стороны, может привести к росту недвижимости. С другой стороны, будут смотреть на активы. Потому что опять человек будет соотнесеть, какую я доходность получу от покупки недвижимости и сдачи ее в аренду. И какую доходность я буду получать, если я, например, размещу денежные средства в акции с дивидендной доходностью 12-15 процентов. А вот в этом видео мы как раз таки говорили с вами о том, какие, например, в настоящий момент акции являются интересными для покупки. Посмотрите его обязательно. Следующий фактор. По итогам 2023 года совокупный размер дивидендных выплат, которые придутся на акции российских компаний, составит 3,9 трлн рублей физическим и юридическим лицам. При этом 2 трлн рублей, если быть точным, где-то 1,9 трлн рублей в июле-августе будет выплачено прямо сейчас, прямо здесь. При этом нужно понимать, что у нас не выплачивают дивиденды ГМК на рельские ники. Газпром отказался от выплаты дивидендов, Полю Золото отказался от выплаты дивидендов, но, скорее всего, заплатят в будущем. То есть даже без учета вот этих мастодонтов, размер дивидендов, которые выплатят российские компании по итогам 2023 года, ну, порядка 4 трлн рублей выплаты. Из которых порядка 25% приходится на российских физических лиц, резидентов. Это 1 трлн рублей, которые в следующие 2 месяца придут на российский рынок ценных бумаг. 50% физики, даже 40% обычно забирают на траты и 60% реинвестируют в те же самые акции, от которых они были получены. Сам масштаб денежных потоков, которыми обладают акции российских компаний, объем денег, которые они выплачивают, объем денег, которые через 12 месяцев придут на российский рынок ценных бумаг. Опять-таки, здесь у нас возникает некая такая развилка, да, то есть первый вариант. У нас инфляция по-прежнему высокая, Центробанк не справился с задачей снижения инфляции. И он тогда еще на один год оставляет высокие процентные ставки. Но это, получается, пружина сжимается еще сильнее. Второй вариант. Центральный банк начинает снижать процентную ставку, чтобы снизить инфляционное давление. И когда-то туда пойдут деньги. Облигации тогда вырастут, доходность облигаций упадет. На что будут смотреть? Будут смотреть, конечно же, на акции. Самое интересное, что люди, как правило, да, они не смотрят на один шаг вперед. То есть они принимают решение прямо здесь, прямо сейчас. Не пытаются заглянуть хотя бы на горизонт 12 месяцев вперед. Хорошо, сейчас там привлекательные ставки по депозитам, все туда паркуют деньги. А потом-то что будет? Я не призываю начать инвестировать прям все деньги прямо сейчас в какие-то акции. Я говорю о том, что у нас из-за закрытости экономики деньги будут оставаться внутри страны. Инфляцию стерилизуют финансовые активы. И не иметь финансовых активов в текущий момент в своем инвестиционном портфеле, это ну просто большая-большая ошибка. Могут ли они еще упасть в цене? Да легко могут. Центральный банк повысит еще процентную ставку. Доходность десятилетних облигаций вырастет. Ставка без рисковой доходности станет еще более высокой. И люди тогда скажут, ну лучше я буду покупать облигации или размещать деньги на депозиты, чем буду покупать акции. Упустив момент, я считаю, что любой разумный инвестор должен сейчас порядка 20-40% инвестиционного портфеля иметь в финансовых активах, быть собственником акции. И здесь возникает вопрос, а что, где и как покупать? Газпром отказался от выплаты дивидендов, не может экспортировать. Надо сейчас Газпром покупать или не нужно? Или, например, есть новотек? Как выбрать акцию? Прямую покупку золота делать, как некий прокси на доллар? Или покупать золото добытчиков? Если покупать акции металлургических компаний, их много в России, даже черной металлургии, какую акцию именно выбрать из тех, которые есть? Это очень непростые вопросы, которые возникают у начинающего инвестора. Ошибки могут заключаться в том, что человек верит в какую-то одну акцию и у него недостаточно диверсифицированный портфель. Самое главное, когда человек покупает акцию, он не умеет дисконтировать будущие денежные потоки. Он не может для себя сделать вывод, сколько должна стоить компания на основе того, что у нее с выручкой, что у нее с чистой прибылью, с какой маржой работает компания. В связи с этим мы подготовили отдельный бесплатный мастер-класс, на котором вы можете изучить все эти основные понятия для того, чтобы иметь самостоятельную возможность выбирать, какие активы имеет смысл включать в инвестиционный портфель. Да, понятно, что есть теория, связанная с тем, что можно заниматься индексным инвестированием. Долгосрочно это будет работать достаточно хорошо, но мы находимся в уникальной ситуации, на которой давлеет очень много факторов неопределенности. Санкционные риски, у нас экономические риски, риски связанные с определенными ограничениями, то есть то, какое оборудование может компания сейчас поставлять. Рентабельность начинает снижаться, логистические цепочки увеличиваются. Было бы хорошо иметь для себя представление, каким образом все-таки оценивать будущие денежные потоки для компании, для того, чтобы стать опытным и разумным инвестором. Именно для этого, еще раз, друзья, повторюсь, мы сделали бесплатный мастер-класс, проводит человек с 10-летним опытом оценки компаний, сторонником стоимостного инвестирования. Вячеслав Болянов, ссылку на данный мастер-класс вы можете получить в описании к данному видео. Проходите, смотрите, изучайте, то есть какие активы все-таки создают долгосрочную прибавочную стоимость, а какие выступают убийцами вашего капитала. А вы говорили, что целая куча денег сейчас на депозиты в банках, и банки должны с огромными процентами их выплатить. А если у них не будет этих денег? Будет из облигаций, из акций. Условно, у человека есть 10 миллионов на банковском депозите. Банк через год, например, должен выплатить 16%, то есть должен заплатить 1 600 000. То есть банку нужно взять где-то 2 миллиона с полученных 10 миллионов. Если он берет, например, покупает сейчас облигацию федерального займа. Доходность к погашению 10-летней облигации 15%, это получается доходность по купону будет в районе 12%, и 3% она вот на 10 лет размыта, то что облигация сейчас торгуется с дисконтом. Что это значит для обывателя? Это значит, что банк у тебя привлек 10 миллионов, он тебе должен заплатить 1 600 000. Сам банк берет эти 10 миллионов, на эти 10 миллионов покупает облигации по купону. Он получит 1 200 000 через год. Если у банка обязательство перед тобой через год вернуть тело вклада и проценты, получается, когда он купил облигацию, по облигации 2 выплаты в год. То есть он получит 600 000, ну условно предположим, что с момента предыдущей выплаты купона прошел 1 день, то есть чтобы легче было считать. То есть через 6 месяцев по облигациям упадет как минимум 600 000. Банк уже на эти 600 000 может еще купить облигации с доходностью 12-15%. Соответственно, через год что может произойти? Во-первых, у него будут облигации, которые несут доход 1 200 000 в год. Сами облигации могут вырасти в цене, если центральный банк, например, через полгода опустит процентную ставку, то в этом случае облигации вырастут в цене процентов на 10-15. Это получается еще порядка 1 000-1 500 000. И вот мы считаем, что в совокупности банк в течение 12 месяцев получает 1 200 000 плюс 1 500 000 – 2 700 000. У него количество облигаций увеличивается, потому что он имеет денежный поток, и на этот денежный поток еще может купить облигации. А они же тоже меняются в цене, да? И таким образом через 12 месяцев банк вообще фактически ничего не сделал. Он привлек у тебя 10 миллионов, и у него просто есть обязательство перед тобой расплатиться 1 600 000, а сам он заработает 2 500 000 – 2 700 000. Это при условии, что он не пойдет и не начнет пирамидиться. То есть он под залог этой облигации еще в центральном банке, еще может получить деньги, и на эти деньги еще купить облигации. Получается, что мы считаем, что мы несем деньги на банковский вклад с доходностью 16-18 процентов. Ой, как хорошо! А банк на этом зарабатывает не 16 процентов, а 27 процентов. Это при минимальных телодвижениях, да? Я привел пример только на ОФЗ. Есть еще облигации с высоким кредитным качеством, а есть замещающие облигации «Газпрома» с доходностью в валюте 7-8 процентов. Там тоже самое может быть. У тебя, если доллар будет через год там условно 100 рублей, к примеру, то у тебя еще и валютная переоценка получается. Ты на замещающих облигациях еще процентов 30 получишь. То есть на замещающих облигациях ты сделаешь 30 процентов за год, выплатишь 16 процентов, 14 процентов – это твоя маржа. И тогда получается, что у тебя сейчас вариант номер один. Но ты просто дурак, ты в этом не разбираешься. И сидишь на депозитах с 16 процентами, и тебя это устраивает. Вариант номер два. У тебя в портфеле есть и банковский депозит, и облигации, и хорошие качественные акции. Мы сейчас приблизительно прикинули, цена этого незнания обходится где-то дополнительно от 1,5 до 3 миллионов в год. И если человек сидит с активами в 10 миллионов, получается, что цена вот этого его незнания составляет, ну сколько получается, 250-300 тысяч рублей в месяц. Хотя, опять-таки, он находится на канале MaxCapital, на котором он может изучить облигационный портфель, дивидендный портфель. И сейчас уже прямо в моменте иметь и облигации, и акции, и часть денег. Да, ничего страшного, то что они будут припаркованы на банковском депозите. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Субтитры подогнал «Симон»